Супрайз, мотафака! Супрайз, интерфейс нас встречает, когда мы заходим в неё, здесь есть игровые валюты, показаны такие же, как и в танках, только здесь это кредиты, похожи на кредитную карту, ну и золотые монеты, какие-то кругляшки могли бы как-то адекватнее сделать. Дальше мы здесь видим новости какие-то, да, определённые, вот новости про боевой пропуск, про добавление персонажей, премию можно прям вот тут купить, монетки можно купить, вот, и можно купить, посмотреть новых оперативников. Дальше переходим в штаб, здесь нас встречает тот персонаж, который по умолчанию у нас выбран, в данном случае у меня это Курп, но вообще здесь у нас то, что вы выберете, то у вас и будет. Изначально, когда вы только зайдёте в игру, у вас скорее всего будет какой-то один из таких персонажей, это рекруты, это самые первые персонажи, которые нам даются, у них всего лишь 5 умений, они ничего особо не умеют, ну естественно они такие чисто проходные, набрать первый опыт, первые кредиты, для того, чтобы купить себе уже что-то более продвинутое. А продвинутые у нас это вот эти персонажи, все начиная от вымпела, качая TFB, которые недавно добавили. Чем же они все отличаются и что же здесь есть? Здесь есть определённые классы. Классы это у нас штурмовики, вот эта вся линейка верхняя, дальше у нас идёт группа поддержки, вот эта вот линейка, и медики, вот эта линейка, и снайпера, это последняя линейка, это вот снайпера. Также у нас их можно покупать как за кредиты, включая либо за голду, либо за кредиты, так и только за голду. Со временем некоторых персонажей, которые продавали только за голду, сделали, что можно купить и за кредиты, скажем, это курт такой и травник. Вот, перечки идут голосования, и можно купить их потом будет за кредиты. Вот, в чём разница всех этих линейок? Первое, штурмовики. Штурмовики это класс быстрых бойцов, которые быстро двигаются к цели, которые быстро бегают, они довольно быстро подряжаются, но у них не очень мощное вооружение, довольно-таки оно посредственное в плане мощности, но очень эффективное в плане скорострельности. Так что у них у всех довольно быстрые винтовки, они довольно точные, на близкой и средней дистанции, на дальней дистанции уже такое себе. Но скорость их позволяет быстро захватывать какие-то позиции, быстро захватывать какие-то укрепления и с них отстреливаться. Очень часто люди неправильно играют теми персонажами, но это мы уже рассмотрим, да будем отдельно рассматривать чисто их, по отдельности каждой. Дальше у нас идёт класс поддержки, у нас обладает самым мощным оружием в плане калибра и практически самой большой бронёй и большим количеством ХП. Этот класс нужен для того, чтобы принимать на себя удар. У них у всех довольно большое количество патронов, то есть это тяжёлый автомат с большим количеством патронов от 75 до 100 патронов в магазине, там от 50 у кого-то. Минус какой? Изначально у них мало патронов, потому что всего одна обойма, их часто не хватает. У кого-то две, у кого-то одна. Потом они добавляются и в общем-то всё нормально становится. Но опять же мы рассмотрим каждого персонажа в отдельности других видео. Также у нас идёт класс медиков. Медики у нас для того, чтобы хилить. Естественно каждый медик хилит по-своему, кто-то хилит чисто одного, кто-то сразу всех. У них различное вооружение, кто-то подходит для одного, кто-то для другого, кто-то более подходит для именно игры от обороны, кто-то больше от игры от нападения. Но в любом случае основная их цель это хилить союзников. И дальше идут у нас снайпера. Снайпера, естественно, сами за себя говорят, это класс, который должен держаться позади всех, наносить большое количество урона разового, которые могут стрелять далеко. Могут выцелить противника в макушечку головы, засадить ему туда. Этот класс лично мне нравится больше всего, в плане того, что на них нужно играть аккуратно, не нужно спешить вперёд. Ты всегда где-то позади всех. Но при этом ты наносишь очень большое количество урона и очень большое количество фрагов. Так скажем, в обычном бою можно нанести фрагов больше, чем вся остальная команда. Ну, зависит, конечно, от карты и от команды, соответственно. Это вот такие вот классы. Впоследствии мы с вами разберём отдельно каждого персонажа, по крайней мере сначала из тех, что у меня есть. Я их буду со временем покупать и про них рассказывать. Потому что некоторых, допустим, купить нельзя. Типа Сокола, на данный момент он заблокированный. И неизвестно, будет ли он заблокированный, да, или вот Ворон. Их выдавали альфа-тестерам, и непонятно, будут ли они в дальнейшем разыгрываться как-то. Возможно, как-то будет, можно их получить. Далее переходим к тому, что у нас есть несколько режимов игры. Первый режим самый обычный, стандартный у нас режим зачистка. В этом режиме мы сражаемся против обычных ботов на разных картах с разными заданиями. В каких-то заданиях нам нужно удерживать точку, в каких-то заданиях нам нужно всех убить. В каких-то заданиях нужно не дать кому-то уйти или улететь. В каких-то заданиях нужно найти дополнительные какие-то данные или что-то ещё. В любом случае, объединять все одно, они довольно несложные, почти, ну, если играть более-менее аккуратно, почти всегда доходишь до конца и выигрываешь, конечно, если команда не совсем деревянная, хотя бы немного адекватная, вот, и всегда сражаешься против ботов на довольно-таки не очень высокой сложности, так скажем. А дальше у нас есть режим столкновения, этот режим интересен, будет пвпшником, здесь мы рубимся чисто против других таких же людей, и чем он интересен, 4 на 4, при этом карты довольно-таки большие, и тут уже многое зависит от команды, зависит от того, как вы будете правильно располагаться, как вы будете находить позиции, будете выдержаться вместе или будете расходиться, есть ли у вас общение между собой, или вы не общаетесь, каждый действует сам по себе. Естественно, если команда общается, то проще намного победить, потому что вы скоординируете действия, вы знаете, куда пойти, что сделать, вот, если вы не общаетесь, то, конечно, все сложно. И есть еще такой минус, конкретно в этом режиме, что иногда игрок или не загружается, или вылетает, и получается, что сражается там 3 против 4, иногда бывает даже 2 игрока вылетают, получается 2 против 4, естественно, это будет уже, скорее всего, проигрыш, но это будет зависеть уже от умения команды, так скажем, от умения каждого отдельного игрока. Но вообще решим довольно интересный, довольно-таки прикольный, мне он лично нравится, иногда я в нём бегаю. А какие персонажи подходят конкретно для этого режима больше, это я расскажу уже в дальнейшем, когда буду снимать видосы поддельно про каждого персонажа. Также есть режим спецоперации, по сути это та же зачистка, но здесь повышена довольно сильная сложность. Во-первых, патроны появляются не раз в 5 минут, а раз в 15 минут. Во-вторых, здесь союзникам, если ты стреляешь по союзникам, ты уносишь им урон при выстреле, то есть можно убить спокойно союзника, вообще без проблем. Поэтому нужно быть более аккуратным, смотреть, когда ты стреляешь и что ты делаешь. Также в этом режиме сами по себе боты намного сложнее, их больше, они наносят больше урона. Вообще в этом режиме выиграть довольно-таки сложно, даже слаженной командой выиграть довольно сложно, потому что не хватает либо времени, либо ещё чего-то. Всегда практически, даже если вы доходите до конца, как правило, очень часто не хватает банально времени. Я в нём выигрывал, конечно, но если сказать, я сто раз, допустим, в нём сыграл, выиграл всего, допустим, пять. Довольно сложный режим, есть определённые карты, они меняются постоянно с каждой неделей. Раз в неделю обновляются карты. И на каких-то картах выиграть проще, на каких-то сложнее. Но режим довольно прикольный, в нём дают тысячу, ну то есть больше кредитов за победу. Но проблема в том, что победить довольно сложно, и поэтому если вы хотите набить именно кредитов, то нет смысла в это играть. Есть смысл играть, чтобы проверить себя, свои умения, свою команду. Только ради этого, ну и плюс выполнять эти здания, которые даются ежедневные и еженедельные. Сейчас мы про них ещё поговорим. И также есть режим тренировка. В этом режиме вы можете заходить на любым своим персонажем, берёте персонажа, заходите в этот режим, запускаете его, и там ходите, бродите, смотрите, насколько точно вы можете стрелять. Там есть мишени, там есть манекены, вы можете от манекены смотреть, сколько урона куда наносится. Скажем, сколько урона наносится в ногу, сколько в руку, сколько в голову. Вот, как проще убить противника, куда лучше стрелять. Вы можете посмотреть кучность своего оружия, насколько оно точное, насколько у него большой разброс, на какое расстояние он лучше стреляет. В общем, здесь можно проверить всё. Зал практически бесконечный до тех пор, пока вас не убьют. То есть, ну, если играть аккуратно, то могут тут по кругу бегать очень долго, но если вы хотите выйти, просто выходит их ботом, они постоянно обновляются, они вас убивают, и здесь наш зал закрывается. Ну вот, но когда уберите нового персонажа, я бы советовал зайти сюда и посмотреть, как он, что он себе представляет, его скорострельность, его пущность и прочее, 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 чтобы знать, на каких дистанциях лучше на нём играть, ну и прочее. Конечно, многие этого не делают, но я бы советовал всё-таки иногда заходить и смотреть. Далее, что ещё интересного? Нам выдаются задания, вот здесь вот мы можем их посмотреть. Задания есть как постоянные, которые меняются раз в 8 часов, то есть они постоянно добавляются. Вы сделали, через 8 часов появляются снова. Вот сделали, через 8 часов появляются снова. Они довольно простые, обычно, вот типа вот этого патруля, снайпер и штурмовик, завершить бой снайпером или штурмовиком. То есть ты боя завершаешь, причём неважно, победили вы или проиграли, и это задание заканчивается, вы получаете 2550 кредитов. И здесь постоянно такие задания разного профиля, то есть иногда нужно сыграть каким-то определённым персонажем, иногда нужно унести какое-то определённое количество урона, ну и тому подобное. Они всё время меняются, довольно простые, и в 24 часа один раз можно сменить задание. Допустим, вам оно не нравится, скажем, нужно убить 4 реальных игрока, то есть заходить в режим, нужно заходить в столкновение и убить там 4 персонажа для того, чтобы выполнить. А вы, допустим, не любите этот режим, либо плохо в нём играете, либо у вас нет подходящего персонажа. Тогда вы просто берёте, нажимаете сменить, и он сменяется на какой-то другой. Также есть составное задание, вот оно, оно у меня уже выполнено, ну через 2 часа, через 2 дня точнее, оно обновится. Оно обновляется раз в 7 дней, оно состоит из большого количества заданий, обычно сначала 4 каких-то заданий, сыграть за того, сыграть за этого, нанести там такой-то урон, такой-то урон, или там сыграть в таком-то режиме столько-то раз. Вот, и эти задания вы делаете раз, 4 задания, оно меня, ещё раз, ну получаете очки, оно ещё раз меняется, вы опять делаете там 3 или 4 задания, и потом ещё раз. 3 полностью вы проходите таких вот периодов, и получаете довольно большое количество кредитов. Довольно выгодная тема, за неделю спокойно можно сделать, на самом деле, если вы играете в игру. Я обычно это делаю за 1 день, то есть что-то оно появилось, я сел, и за 5-6 часов вечером-то поиграл, и всё выполнил. Хотя есть довольно долгие задания, типа 30 раз победить, да, то есть нужно именно победить, не проиграть. 30 раз это довольно долго, такие задания делаю, конечно, несколько дней, 2-3 там. Ну, бывает довольно быстрое задание, которое можно сделать довольно быстро. Типа нанести положительный эффект. Просто берёшь любого медика, хил, то есть случилось, когда ты лечишь персонажа, как любого, это положительный эффект. Ты берёшь любого медика и просто за один бой это выполняешь, ну, не за два, в крайнем случае. Вот такая вот тема. Довольно интересно, потому что кредиты сами по себе набиваются довольно мало за обычный бой. То есть по 300 кредитов там даётся, это, ну, 310, но это реально очень мало. Ну, с премиумом пускай у вас будет там 450-460. Всё равно это мало. Тут вы получаете сразу 2-3-5 тысяч кредитов, потому что только так их можно быстро набивать. Также в спецоперации вы тоже можете получать дополнительные кредиты. Здесь тоже есть задания, они также у вас 7 дней обновляются. И тоже там нанести какой-то определённый урон, либо что-то ещё, и вы получаете тоже определенный кредит. Также сейчас в игре есть новая фича, называется «Риск благородное дело, боевой пропуск». В чём прикол? Можно ничего не покупая играть, просто и получать, проходить этот боевой пропуск, получать разные фишки, типа вот, эблемы эпизода, тут всякие дополнительные камуфляжи и тому подобное. И в конце вы получите камуфляж, ну такой, не камуфляж, а 3D-скин на персонажа, да. Вот. Если вы купите пропуск, который можно купить ещё дополнительный, золотой, да, грубо говоря, вот он активированный, то будет намного больше вам всяких плюшек, тут выпадать и всё остальное. Это будет стоить вам 500 рублей, 550. Ну, как прем-аккаунт на месяц в этой же игре или как в танках там. Вот. И тогда вы получите ещё вот этого снайпера, которого сейчас нельзя купить. Вы его получите дополнительно к вот этому вот 3D-стилю воевода. Снайпер довольно прикольный, мне как бы интересно его получить. Я его получаю, обязательно сниму по нему конкретный видос, поскольку это будет самый мощный снайпер в игре. Вот. Покупать или не было, решать вам. Если вы не донатите, то, наверное, смысла нет. А если вы донатите, то можно и купить, тем более, что здесь вы получаете дополнительно игровую валюту, она выпадает. И суммарно, если посчитать, выпадает, ну, грубо говоря, почти те же 2500, ну, там не 2500, там выходят 1200 или 1400 монет. То есть половина вам обратно возвращается с затраченных, да. Вы можете потратить их, допустим, на прям-аккаунт. Довольно интересная тема. И мне нравится, что она не такая дорогая, как в танках, все-таки 550, а не, ну, рублей, а не там 2000, как в танках. Да, 600 тысяч голдена там стоит. Это более интересно и более забавно. Мне нравится лично больше. Вот. Вот такая вот тема. Вообще игра постоянно обновляется, добавляются новые оперативники. В данный момент добавилось подразделение TFT. Вот он, снайпер здесь, который сейчас нельзя получить только с того ивента. То есть подразделение TFT, добавляется вообще постоянно новые персонажи. 22 SPN добавился. Здесь пока нет персонажей, есть только этот, да, вот, гид. Но эти тоже появятся, они пока в разработке. То есть, ну, потихоньку все появляется. Это довольно интересно. У всех персонажей свои какие-то дополнительные фишки. Сейчас с обновой, правда, очень многих персонажей довольно серьезно понерфили, поубирали им умения, позаменяли им умения. Скажем, вот у этого персонажа в свое время было умение, которое позволяло ему не бояться газовых атак. Его убрали и сделали здесь снаряды другие. Вот они. Уменьшение разброса при стрельбе для оружия атак типа 500. Картечные патроны атак 8. Раньше здесь было то, что персонаж типа не боится газа. Вот. Многое сейчас поменяли. Про это я отдельно еще расскажу. Про изменения в игре. Что тут позаменяли, что тут понерфили. Мы все это разберем. Вот. Также будет отдельное видео про каждого персонажа из тех, что у меня есть. Естественно, я буду стараться их всех выкупать и про каждого рассказать. Вот такой вот видосик у нас сегодня получился, друзья. Игра довольно интересная. Кстати, Калибр вот эта вот. Она мне в принципе нравится. Ну, довольно-таки неплохая игрушка. Они тем более постоянно что-то здесь меняют. Надеюсь, проект не загнется. Надеюсь, все будет развиваться. Здесь довольно много уже персонажей. Довольно интересно. Единственное, что хотелось, побольше карт, конечно. Сейчас довольно-таки маленькое количество. Вот. Хочется побольше. И, кстати, их нельзя никак тут в игре конкретно посмотреть. Что-то заходя на сами попадая на карты, ты можешь их посмотреть. Вот такой вот видосик, друзья, получился. Всем спасибо, кто досмотрел до этого места. Поставьте свой лайк, если вам не сложно. Подпишитесь на канал. Ну, и также следите. И напишите в комментариях, про какого персонажа вы бы хотели узнать. Стоит такое что его... Может, вы хотите кого-то купить их и хотите узнать, стоит его покупать или нет. Если таких запросов будет несколько, 2, 3, 5, 10, скажем, кто-то захочет узнать про Монка, да. Я куплю его, поиграю на нем и сделаю видосик, соответственно, про него. Вот. Ну, либо про того, про... Потихоньку буду делать видео про тех, кто у меня уже есть. Все, друзья. Всем большое спасибо. На этом прощаюсь. Всем удачи и пока. Да, и коронавирус наступает, поэтому, друзья, мойте руки и не кашляйте друг на друга. Все, пока.